Однозначного мнения, конечно, нет, потому что история запутанная. Когда мэр обвиняет в том, что он берет взятки, в России это никого не удивляет. Мэр и для того мэр, чтобы брать взятки. Когда мэр – оппозиционер, уникальная в своем роде фигура, то это вызывает некое, конечно, недоумение и у тех, кто поддерживал его, и у тех, кто был его противником. Потому что поставить на карту не только свою репутацию, а репутацию многих, в том числе и Прохорова с его движением, и всех тех, кто очертя голову ездил в Ярославль поддерживать его, и тех, кто собирался объединиться под его началом, для них это, конечно, серьезный шок. Насколько это не спланированная операция в России с сегодняшнего дня, сказать очень сложно. Надо смотреть развитие, надо иметь фактологию, надо понимать, действительно ли спецслужбы хорошо, красиво, гладко сработали, спровоцировав человека на какие-то обстоятельства. Ведь могло случиться так, что его помощники, будучи людьми уже продавшимися, могли и спровоцировать его на что-то, и эти деньги совершенно неоднозначно шли к нему в карман. И вот эти 500 тысяч долларов, которые фигурируют сегодня якобы в виде найденных у него в доме, это тоже еще надо доказывать и объяснять. У нас была девушка, у которой, по-моему, миллионы евро нашли, ее фамилия Собчак, и никто ее не стал тормошить, бить ногами, она отчиталась, она сказала, что это у меня вот корпоративы, вот мой бухгалтер. Все нужно смотреть в развитии, но ситуация, безусловно, неприятная, и это говорит лишь о том, что власть серьезным образом борется с оппозицией.